Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете новости на канале ИТОН ТВ. Все самые главные и важные события дня в Израиле и мире в одной программе прямо сейчас на нашем канале. Сегодня 14 октября, понедельник, 374 день войны в Израиле. И это сводка с фронтов войны железные мечи, которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане и Сирии, начиная с 7 октября 2023 года. Наземные силы ЦАХАЛ действуют в Ливане. ВВС ЦАХАЛ наносит удары по целям на ливанской территории. Хизбалла не прекращает ракетные обстрелы и атаки с применением беспилотников. ЦАХАЛ продолжает действовать в Газе, Иудее и Самарии. ВВС нанесли удар по цели в Дир-Аль-Балахе, около больницы Шухада Аль-Якса. Источники в Газе сообщают о четырех убитых и множестве раненых. Судя по публикуемым видеозаписям, были вторичные взрывы, после авиаудара могли взорваться боеприпасы. ЦАХАЛ заявляет о точном ударе по террористам Хамаса, которые действовали внутри командно-диспетчерского центра, который ранее служил больницей. Сирена раннего предупреждения прозвучала в Кирьячмоне. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что произошло ложное срабатывание системы раннего предупреждения. К другим новостям. В результате атаки беспилотника на базу ЦАХАЛ погибли четверо военнослужащих. Обстрел Хаев и ПВО сбили пять ракет из Ливана. Министерство обороны оценило количество ракет, оставшихся у Хизбалы. САХАЛ уничтожает террористические базы Кизбалы в Ливане. Задержаны пять палестинок, которые незаконно работали в медучреждении Шарона. Анализ ДНК доказал, Христофор Колумб был евреем. База ЦАХАЛ в районе Беньямины подверглась атаке беспилотника Хизбалы. В результате атаки погибли четверо военнослужащих. В общей сложности в результате атаки был ранен 51 человек. Состояние семерых тяжелые девять человек получили ранение средней тяжести. Остальные пострадали легко. Беспилотник врезался в здание столовой на территории военной базы. Также сообщается, что с беспилотника перед тем, как он взорвался, была запущена ракета. САХАЛ это отрицает. Военные заявляют, что атака была совершена с помощью беспилотника иранского производства. Аппараты этого типа использовались Хизбалой раньше. САХАЛ расследует обстоятельства этой атаки, в частности, почему на военной базе не прозвучал сигнал тревоги и каким образом беспилотнику удалось ускользнуть от систем наблюдения. Сирены воздушной тревоги сработали вчера вечером в Хайфе и Тират Кармеля. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, силы ПВО успешно сбили пять ракет, выпущенных по городу из Ливана. Крупные осколки ракеты упали в районе городского рынка Шуктальпиот. Пострадавших при обстреле не было. Ранее около 8.20 вечера многие жители Хайф и крают услышали громкий взрыв. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что израильские ВВС сбили над морем в районе Хайфского залива дрон, выпущенный из Ливана. Министерство обороны оценило количество ракет, оставшихся у Хизбаллы. Министр обороны заверил, что операция в Южном Ливане идет по плану. Обнаружены большие запасы оружия Хизбаллы, которое было предназначено для вторжения в Израиль. С начала войны из Ливана по Израилю выпущено 14 тысяч ракет. У Хизбаллы осталась треть от ракетного арсенала. Кроме того, ликвидировано практически все руководство Ливанской террористической организации. Такую оценку содержит доклад по безопасности, который вчера 13 октября представили министр обороны Израиля Йоав Галланд и начальник управления стратегического планирования ЦАХАЛ генерал-майор Элизер Толидана на заседании правительства Израиля. В ходе операции обнаружены большие запасы оружия, боеприпасов и снаряжения Хизбаллы, которые были подготовлены для вторжения в Израиль. Галланд подчеркнул, что террористы избегают прямых боевых столкновений с ЦАХАЛ. Особо отмечено, что армия Израиля зависит от американских поставок. Поэтому идет интенсивная работа над тем, чтобы организовать местное производство боеприпасов. Десятки укрепленных опорных пунктов и разветвленную сеть туннелей с оружейными складами обнаружили бойцы 146-й дивизии только за последнее время. Вся структура была спланирована для вторжения в Израиль. Резервисты 146-й дивизии обнаружили за последние дни настоящие террористические джунгли в Южном Ливане вдоль границы с Израилем. Хизбалла создала на границе с Израилем невероятные укрепленные пункты, склады с оружием, разветвленную сеть туннелей и т.д. Вся инфраструктура готовилась для вторжения в Израиль. И только по счастливой случайности Хизбалла не присоединилась к атаке Хамаса 7 октября 2023 года. В противном случае, считают эксперты, пока ЦАХАЛ отбивался от Хамаса на юге, тысячи вооруженных террористов могли вторгнуться в Галилею и пройти вплоть до Хайфы. Друзья, хотим вам напомнить, что нужно ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Задержаны пять палестинок, которые незаконно работали в медучреждении Шарона. Полиция Израиля получила сигнал из медицинского центра в округе Шарон о том, что в их учреждении под видом израильтянки-уборщицы работает жительница Шхема. Полицейские выяснили, что фирма-подрядчик, предоставляющая услуги по уборке, наняла пятерых жительниц Шхема для работы в медцентре. Все пятеро задержаны. В понедельник их доставят в суд на слушание. Носорог Тупак переехал из Сафари в библейский зоопарк в Иерусалиме. Восьмилетний белый носорог Тупак, родившийся и выросший в рамоатганском Сафари, переехал жить в библейский зоопарк в Иерусалиме в рамках селекционной программы Европейской ассоциации зоопарков. Операция по переселению Тупака была разработана несколько месяцев назад, поскольку безопасная транспортировка двухтонного животного сложна и требует длительной подготовки. Смотрители зоопарка учили Тупака входить в дорожный ящик и оставаться в нем спокойно и в безопасности. В процессе приучения носорога к перевозке его дрессировали, используя положительные стимулы в виде его любимых лакомств. Таким образом, удалось перевезти носорога без анестезии и без лишнего стресса. Анализ ДНК доказал, Христофор Колумб был евреем. Открывший Америку испанский мореплаватель действительно был сифардским евреем, утверждают ученые. Обнародованное 12 октября в Испании исследование ДНК великого мореплавателя утверждает, что он был сифардским евреем. Это мнение противоречит предыдущим выводам о происхождении Колумба, которого традиционно считали итальянцем. У историков существует множество версий о национальности Колумба. В разное время разные научные школы выдвигали гипотезы о том, что Колумб португалец, грек или даже англичанин. Версия о еврейском происхождении также бытовала в определенных кругах. Новое исследование под руководством Мигеля Лоренте окончательно ставит точку в этом вопросе. Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Служба новостей канала ИТОН ТВ просит вас ставить лайки под нашими видео, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.